Приветствую вас. Мне думается и представляется так, что то, что вы испытываете, ваши чувства, которые вы испытываете, чувство вины, чувство обиды, вот это абсолютно нормальные чувства. Вообще болезни переживают утраты близких людей, это нормально. Нормально испытывать горе, нормально испытывать какие-то более серьёзные чувства, тем более струбоваться. Мало времени прошло, всего 33 недели, а горе можно проживать до года. Вообще считается, что острое горе, человек проживается там полгода, по-моему, отый год. Все это время, как бы, приступы острого гора не накатывал. Времени становятся меньше, потому что они становятся послабее немножко. Но, как бы, первое время это вот, ну, вот, такие ощущения, да, они абсолютно в пределах нормы. Вот. Значит, ваша задача, ну, как, 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 как вот, мне кажется, ваша задача все отключается. В первую очередь, мне кажется, что ваша задача заключается в том, чтобы позволить себе страдать. Вот. Ваша задача заключается в том, чтобы позволить себе переживать. Ваша задача заключается в том, чтобы позволить себе плакать. Ваша задача в том, чтобы позволить себе проживать. Ваша задача в том, чтобы позволить. В том, что позволить абсолютно нормальный, и это то, что делает вас сегодня. Ваши задача, это то, что делает вас сегодня. Вот. Это это первое и самое главное. Дальше. Знакомиться со своими чувствами так же и нормально. Нормально знакомиться со своими чувствами. Нормально выражать их, выплескивать обратно на других людей в этот момент и постепенно получать обратную связь на то, что вы чувствуете, на то, что вам хочется, на то, что вам важно, на то, что вам ценно, на то, что вам болезненно. Даже и так далее. Что скрывать в рендов здесь много. Очень много здесь в рендов. Не все, честно скажем. Немцы из этих вариантов являются, ну, простими. Немцы из этих вариантов являются легкими, легкими для поживания, легкими, легкими, легкими для, ну, отреагирования что ли. Но то, что я хочу вам сказать, то, что болезненность, которую вы ощущаете, нужно выражать. Иначе, у них большой риск того, что все это останется у вас внутри и будет потихонечку вас отправлять. Я не думаю, что это то, чего вам хотелось бы. Я не думаю, что это то, в чем вы нуждаются, я не думаю, что это то, чего вы достали. Думаю, что есть вещи, которых вы достали гораздо больше. Ну, понятно, что вам нужно позволить себе это, вы, пока что себе это не позволяете, вот вы, ну, вы, вы держиваете себя. Я думаю, что подобная реакция нормально, нормально пытается себя сдерживать, нормально пытается себя сдерживать. Вот. Вот. Ну, так, где нормально хотеть, в плевоскопоставить свои чувства, позволять им проходить через вас, позволять им влиять на вас. И, наверное, ваша основная задача сейчас либо самой, либо через, там, не знаю, психолога. Ам. Повалять себе. Ам. 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 Перезват. Повалять себе. Ам. Ам. позволять себе и впитывать те чувства, которые у вас есть. И мне кажется, это мне кажется, это нормально. Ну вот. Это вот то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить. В точке, ну вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Да? Это очень важный момент. Это очень важный момент. Как мне кажется. Вот. Конечно, если вы понимаете, что я имею ввиду. Психолог нужен здесь как раз для того, чтобы помочь вам справиться скажешься безысходностью этой ситуации. хотя на самом деле эта ситуация не безнадежна. Не безнадежна. Не безнадежна. Хотя Как, в принципе, не безнадежно любая другая ситуация. То, что мне кажется вам тяжело сейчас признать, это то, что молодой человек в какой-то степени сам ответственен за свои решения, сам ответственен за свои поступки, сам ответственен за то, что он делал, за то, что он делает, а вы переживаете чувство вины постфакту, то есть, условно говоря, вы переживаете чувство вины, да, ну, постфакту, то есть, потому что это уже случилось, скажем так. Вот это уже произошло. А когда этого не произошло, когда этого еще не произошло, да, что вы не то, чтобы прям, знаете, прям хорошо, спокойно на это реагировали, просто вы где-то вот в глубине души понимали, что, ну, что молодого человека, наверное, 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 его все-таки, ну, доставить, невозможно, невозможно доставить человека без его желания, да, там, что-то делать. Ну, это, ну, это нереально. И мне кажется, что в глубине души вы об этом знали. Вот. Ну, сейчас, когда вы его потеряли, конечно, вы на это, образно говоря, ну, не обращаете внимания. Я понимаю, почему, конечно, но, как бы, суть от этого не меняется, суть от того, что сейчас случилось то, что случилось, да, суть от этого не меняется. К счастью бы, к сожалению, я не знаю. Вот. Такой момент. Такой момент. Такой момент. Дальше. Ну, на что важно обратить внимание еще на то, что вы потеряли в контексте молодого человека. Ну, то есть, вот, что вы, что вы потеряли. То есть, ну, то, что вы его, значит, то, что вы его любили и любили, это понятно, а вот потеряли что-то. И вот так вот, потихонечку, полигонечку, вам и нужно смотреть на свои эмоциональные реакции. Вот. В ответ, ну, как бы, связанным с человеком. То есть, именно, вот, просто замечательно выражать новые, новые реакции. Зачастую, может быть, даже такие реакции, которые вам сложно, ну, пригнать. То есть, ну, сложно, пригнать их, ээээ, суще, ну, существование этих реакций. Вообще, вот, сложно просто признать, что такое может быть. Вот. А вот еще важный момент. Вы говорите, что вам обидно за то, что, там, условно, когда он вас бросил. Вот. А что в этом вам хочется? В этом? Вот именно в этом аспекте, чего вам хочется. Вот. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд, для того, чтобы, ну, как-то лучше себе это забрать. Все. Не бойтесь бракать, не бойтесь, ээээ, не бойтесь, ээээ, выражать боль. Это абсолютно нормальное, абсолютно нормальное, да. Чувство абсолютно, абсолютно нормальное, переживание абсолютно. Нормальные эмоции. Вот. Не бойтесь это выражать. Чем лучше, чем лучше вы будете это выражать, тем легче. Вы это выражаете, тем быстрее сможете увидеть, что же на самом деле произошло. Происло на самом деле то, что так бывает. Так случается, что люди окончают жизнь самоубийством. Но быть своего молодого человека, быть своего молодого человека не терять. Потому что он, по моим ощущениям, никогда не был вашим. Я понимаю, что, ну, что это своего рода игра в флоп, что, может быть, на самом деле вы, ну, скорее всего, вы не имели в виду это. Но, тем не менее, тем не менее, вы никого не теряете. Потому что, повторюсь, молодой человек не был вашим. Он, молодой человек, эээ, мог принадлежать, принадлежать только себе сам и все. Но вами это забывается. Возможно, вы, ну, вот, как бы, чересчур, эээ, сильно, сильно в нем, эээ, либо нуждались, либо нуждаетесь, вот. И, эээ, это момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Момент, что вы нуждаетесь в, эээ, человеке. И, возможно, возможно, вы нуждаетесь в нем, ну, эээ, ну, сильно, достаточно, нуждаетесь вы в нем. Но только вы не очень, может быть, эээ, понимаете, к чему вы нуждаетесь в нем. Вы не очень, может быть, отдаете себе отчет, эээ, к чему вы нуждаетесь. Вот. Ну, это не страшно. Эээ, вам можно помочь себе разобраться. Вам можно помочь, эээ, понять, эээ, собственно, в чем вы нуждаетесь. Но делать это можно постепенно. И только после того, как вы прожмете, вы получите, отпустите. Потому что вы, вероятно, не отпустили еще своего молодого человека. Вот. 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 Примерно. Такой ответ я. Могу вам дать. Я вам. Смолезну. И. Предлагаю свою. Помощь. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. До свидания.